Лечение и профилактика. Часто в офтальмологической больнице эти процессы идут параллельно. Этого мальчика из Горного Алтая готовят к операции. Ему устранят нависшее веко, которое в будущем могло привести к слепоте. Левый глаз закрыт веком, левый глаз не работает. Развивается так называемая амблиопия, функциональная слепота глаза. В Краевой клинической больнице ежегодно принимают почти 3000 детей из Алтайского края, Горного Алтая и Казахстана. На взрослых вдвое больше. Косметические дефекты, косоглазие, но чаще всего близорукость из-за больших нагрузок с близкого расстояния. От этого глаз удлиняется, роговица меняет форму, фокус сбивается. Медики предлагают лечить болезнь новым методом – жесткими ночными линзами. Они возвращают глазу естественную форму. Линза по типу бандажа сдавливает роговицу. И таким образом, допустим, при близорукости изображение попадет сразу на сетчатку. А в течение дня роговица обладает таким свойством, как регенерация, то есть способность восстанавливать себя. И к вечеру близорукость потихоньку начинает возвращаться. Эти линзы исправляют патологию роговицы и корректируют зрение вплоть до стопроцентного. Для этого в них задают два фокуса – для глазного центра и периферии. Вместе это действует как постоянный тренажер. Глазное яблоко подстраивается под вот этот периферический дефокус. Нейрофизиологические процессы запускаются для того, чтобы задержать падение зрения вплоть до полной остановки. Стоимость таких линз – 15 тысяч. Но прежде нужно пройти обследование. Причем это возможно лишь в частных клиниках. Правда, в начале следующего года специальный аппарат для диагностики заболевания – кератотопограф – должен появиться и в краевой офтальмологии. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.